Здравствуйте! Мы читаем книгу от Руды Рабаша, первый том, страница 710, статья «Что такое начать с лу-лишма?». Учебный материал находится на сайтах Спива Това и Арвуд. Там можно задать вопросы в прямом эфире. Каждый задающий вопрос здесь, в учебном зале, должен встать, держать микрофон близко к карту и говорить громко и чётко. Статья «Что такое начать с лу-лишма?». В трактате «Псахим» написано «Сказал Раб Иуда, сказал Рав, «Всегда должен заниматься человек Торой и заповедями, даже лу-лишма, ведь из лу-лишма приходит лишма». Рамбам говорит и сказали мудрецы, «Всегда должен человек заниматься Торой, даже лу-лишма, потому что из лу-лишма приходит лишма». Поэтому, когда обучают маленьких детей и женщин, и все народы, их обучают работать в трепете или для того, чтобы получить вознаграждение. А до тех пор, пока не расширят свои знания и не поумнеют, раскрывают им тайну понемногу и приучают их к этому делу потихоньку, пока не постигнут его, не поймут его и не станут работать в любви. И в трактате «Псахим» написано в Тосфот. Теймо во второй части Брахот сказал, «Тот, кто занимается Торой лу-лишма, лучше бы не был создан». «И сказал Раби Иуда, в том случае, когда учат, чтобы хвастаться и дразнить». И в трактате Брахот объясняет Тосфот. И нужно спросить насчет того случая, когда учат, чтобы дразнить товарищей, и того случая, когда учат, чтобы его уважали. Из сказанного мы видим, что в целом нужно различать два понятия в работе на Творца. «Лишма» и «Ло-лишма». И нужно знать, что именно является «лишма», а что «ло-лишма». И в «ло-лишма» мы видим, что есть пять ступеней. Первая ступень в «ло-лишма», по словам Рамбама, когда человек занимается Торой и заповедями, поскольку Творец заповедовал нам и хочет выполнить заповеди Творца. И в этом причина того, ради чего занимается Торой и заповедями. И нужно только определить здесь, какова причина, заставляющая его выполнять заповеди Творца. Говорит Рамбам, что нужно сказать ему по причине вознаграждения и наказания. То есть, если будет выполнять заповеди Творца, Творец даст ему вознаграждение, и будет у него долголетие и богатство, и будущий мир. А если не будет выполнять, то получит наказание за то, что не хочет выполнять заповеди Творца. Тем не менее, в вознаграждении и наказании следует различать два аспекта. Первый, что говорит Рамбам. Второй, существует вознаграждение и наказание от наслаждений занятиями Торой и заповедями. И это то, что не раскрывает начинающим работу ученикам, а также детям и женщинам. Вторая ступень в Лолишма, как написано в Тосфот, это когда человек учит Тору, чтобы его уважали. И это хуже, чем на первой ступени, как говорит Рамбам, поскольку здесь он не требует, чтобы Творец заплатил ему вознаграждение. И поэтому он работает. Но он хочет, чтобы люди уважали его, либо деньгами, либо почестями. И это та причина, которая заставляет его заниматься Торой и заповедями. И можно сказать, что он занимается Торой и заповедями, потому что люди заставляют его. Ведь иначе они не дадут ему вознаграждения, а не потому что Творец заповедовал ему заниматься Торой и заповедями. Тем не менее, и это относится к принципу «Лолишма» приводит к Лишма. Третья ступень в Лолишма, как говорит Тосфот, это когда изучает, чтобы разнить товарищей. И этот путь хуже, чем предыдущие Лолишма. И об этом пути сказано. Каждый, кто занимается Торой и Лолишма, лучше бы не был сотворён. И проясним понятие Лишма, что это такое, и пять ступеней в Лолишма. И начнём снизу вверх. Изучать Лолишма, чтобы дразнить — это самый худший путь из всех, до такой степени, что сказали мудрецы, что тот, кто идёт этим путём, лучше бы не был сотворён. И нужно понять смысл того, почему изучать, чтобы дразнить, хуже, чем изучать, чтобы тебя уважали. Разве тот не изучает радиотворений вместо изучения радиотворца? И то же самое с изучающим, чтобы дразнить. Тоже радиотворений. И нужно объяснить разницу между ними, поскольку известно, что дана нам заповедь «Возлюби ближнего, как себя». Сказал об этом Раби Акива, что это великое правило Торы. И как приводится в книге «Дарование Торы», это переходное состояние — выйти из любви к себе к любви к ближнему, то есть к любви к товарищам, и далее к любви к Творцу. То есть не может человек работать Лишма до того, как вышел из любви к себе. Поэтому мы должны усмотреть в процессе любви к ближнему два понятия. Первое, что есть у человека любовь к ближнему. Второе, нет у него любви к ближнему. И есть третий аспект — ненависть к ближнему, когда совершает поступки, чтобы огорчить ближнего. И это называется «наслаждается позором товарища». То есть человек наслаждается от того, что его товарищ позорится и испытывает страдания. От этого он черпает своё наслаждение. Такой человек называется «ненавидящим творение». И таким образом можно различить между тем, кто учит, чтобы его уважали, и тем, кто учит, чтобы дразнить. Поскольку цель в том, чтобы достичь состояния Лишма, дан нам совет, с помощью которого мы можем достичь Лишма. И это — любовь к товарищам. Выходит, что тот, кто учит, чтобы его уважали, хоть и не занимается обретением любви к товарищам, но всё же он не совершает действий из ненависти к творениям. Потому что те люди, которые его уважают, они наслаждаются им. Поэтому они уважают его. Поэтому у него есть шансы достичь Лишма за счёт самого действия, что он занимается Торой и заповедями, поскольку Тора и заповеди сами по себе приносят дух чистоты, чтобы была у него возможность подняться по духовным ступеням и достичь любви к ближнему и любви к Творцу. Поэтому об этом сказано, и зло Лишма придёт Лишма. Но это не так для того, кто учит, чтобы дразнить, поскольку это действие приводит к ненависти к ближнему, и поскольку он хочет радоваться позору товарища. Несомненно, никогда не сможет достичь любви к Творцу, поскольку совершает действия, затрудняющие выход из любви к себе. И если так, то как он выйдет из любви к себе к любви к Творцу? Впрочем, есть ещё одна ступень, которую нужно отметить в Луле-Шма. Это путь принуждения. Например, человек работает у религиозного человека и хорошо у него зарабатывает. И хозяин говорит ему, «Я хочу, чтобы ты занимался Торой и заповедями, а иначе я не хочу, чтобы ты у меня работал». И он приходит домой и рассказывает жене, что его хозяин хочет уволить его с работы. И жена говорит, «С чего это вдруг соблюдать Тору и заповеди? Только потому, что твой хозяин религиозный. Мы же не верим в это. А раз так, то за деньги мы продадим свою совесть». Но когда он говорит жене, что «Поскольку я уже был на нескольких работах и теперь невозможно найти работу, выходит, что если мы не примем условия хозяина, мы умрём с голоду». Поэтому, говорит муж, не стоит преданно работать на нашу совесть. Мы же знаем правду, что мы не верим в Тору и заповеди. Но будем выполнять Тору и заповеди не потому, что Творец заповедовал нам, а потому, что хозяин фабрики заповедовал нам. Поэтому мы выполняем Тору и заповеди, а в хозяина мы не обязаны верить. Так что с того, что мы будем выполнять Тору и заповеди? Мы же этим действием никак не навредим нашей совести и не станем вдруг верующими, поскольку останемся, даже выполняя действия, неверящими в Творца. И на первый взгляд, какая важность есть у Тору и заповедей, что он однозначно заявляет, что остаётся при своём мнении, как и все светские, и каково значение этих действий с нашей точки зрения. Однако, согласно религиозному закону, мы обязаны заставить его выполнять, несмотря на то, что он говорит, что не хочет. Отсюда также следует, что таким образом он выполняет заповедь Творца, хотя это называется Ло-лишма. И об этом написано у Рамбама. Но что касается Слов Всевышнего, если не выполняет скрыто, то позорят его публично, стыдят и проклинают его, пока не исправятся. Отсюда следует, что и такой способ называется понятием Ло-лишма. И что и из этого Ло-лишма приходит Клишма. Больше, чем тот, кто учит, чтобы дразнить, о котором сказали мудрецы, лучше бы он не был создан. И здесь нужно разъяснить, что от того, что он выполняет Тору и заповеди, он не делает никакого действия, которое против возлюби ближнего. Но от этого есть наслаждение у ближнего. то есть религиозные, видя, что он сделался теперь соблюдающим Тору и заповеди, не смотрят причину, а смотрят на действия. Поэтому они наслаждаются от этого. А изучающий, чтобы дразнить, делает действия, противоположные тому, что нужно делать, как сказано выше. Итак, мы выявили разницу между изучающим, чтобы дразнить, что является наихудшим, и между работающим по принуждению, то есть когда другие заставляют его работать, и который считается лолишма и стоит выше изучающего, чтобы дразнить. И хотя трудно сказать, но разве он соблюдает Тору и заповеди по своему доброму желанию, а не по принуждению, тогда как его желание дразнить является мыслью, а не действием. А тот, кто соблюдает Тору и заповеди по принуждению, когда общество давит на него, почему считается лучше, чем изучающий, чтобы дразнить, который действует, не по своему доброму желанию. И в любом случае нужно сказать о потенциале действия, которое он совершает. И хотя оно по принуждению, у самого действия есть потенциал, который принесет желание и добрую мысль. Как сказано об этом у мудрецов о написанном, «Принес его в жертву желанию перед Творцом». И сказано, «Принес его в жертву» означает, что, хотя его заставляют, может делать не по своей воле. Поэтому Томуд говорит «жертву своему желанию». А каким образом его заставляют? Пока не скажет «Хочу я». И по этой причине можно сказать, что он более важный, чем тот, кто изучает, чтобы дразнить. однако нужно спросить, но разве в конечном итоге он не выполняет действия в совершенстве? Ведь он думает, что этим заслужит уважение тем, что он покажет, что он знает, а кто-то другой нет. почему же ему будет так трудно достичь цели, которая называется лоли-шма, с этим лоли-шма, называемым «чтобы дразнить», причем до такой степени, что сказано «лучше бы не был сотворён». И можно сказать, что тот, кто изучает, чтобы дразнить, конечно же, с головой покружён в Тору и, само собой, считает себя человеком совершенным в Торе. Поэтому он никогда не подумает о вопросе лоли-шма, поскольку видит, что погружён в Тору более всех своих товарищей, которые не дают такого количества часов, а также и качества. И он видит себя как прилагающего большие усилия в Торе, больше товарищей, тем, что он углубляется, чтобы знать верное толкование, которое есть в Торе, а не изучает поверхностно, как другие, ведь он прикладывает умственные усилия. Поэтому как он может думать о себе, что у него есть какой-то недостаток? таким образом, он никогда не сможет достичь осознания зла, чтобы понять, что он должен достичь ль-шма. Следовательно, он безнадёжен, поэтому сказано о нём, лучше бы не был сотворён. но более важно в ль-шма то, что оно приводит к ль-шма. А суть его в том, чтобы, как сказал Рамбам, получать вознаграждение и не получать наказание. Потому что ль-шма, как сказано в Тосфоте, в том, чтобы его уважали. То есть человек делает действия для людей, чтобы они видели и уважали его. Выходит так, что он как будто бы выполняет заповеди людей. То есть для них он работает, и эти люди заплатят ему вознаграждение. Но тот, кто работает с намерением вознаграждения и наказания, работает на Творца. Однако он хочет, чтобы Творец заплатил ему вознаграждение за его работу в Торе и заповедях. И он не хочет, чтобы люди платили ему вознаграждение, потому что он не работает на людей, чтобы они платили ему вознаграждение. Но он работает и выполняет Тору и заповеди, потому что этот Творец заповедовал ему их выполнять. И поэтому мы получаем вознаграждение за то, что выполняем Тору и заповеди. И таким образом, эта ступень является более высокой по сравнению с той, которую говорит Тосфот, то есть лолешма ради уважения, поскольку там он работает на людей, чтобы люди уважали его. А на ступени вознаграждения и наказания он работает на Творца. И это называется лешма, то есть ради Творца. Просто он хочет вознаграждения за свою работу. Поэтому он всё ещё не считается настоящим лешмой. Однако нужно различать в состоянии вознаграждения и наказания ещё одно понятие, называемое лолешма, как говорит Рамбам. Просто это вознаграждение и наказание другого вида. Поскольку принято, что под вознаграждением и наказанием понимается что-то, облачённое в материальную форму, например, пища, выпивка и тому подобное. То есть, как говорит Зор, то, чем мы можем насладить материальные вожделения, которые являются лишь тоненькой свечкой от искр святости, упавших из мира разбиения в клепот. И это всё наслаждение, которое в них есть. А весь мир гонится за этими наслаждениями, хотя написано, что основной свет облачён в Тору и заповеди. И именно такую награду он ожидает. И нужно всегда обращать внимание, когда говорится о том, кто начинает соблюдать Тору и заповеди, и подумать прежде, к какой причине соблюдения относится этот человек. потому что у каждого есть что-то своё, интересное ему. И по причине чего он понимает, что стоит выполнять Тору и заповеди. И именно из-за этого он осознаёт, что стоит приложить большие усилия. И всё, что от него требуется, он готов дать, для того, чтобы достичь то, что с его точки зрения ему стоит достичь. И поэтому он должен всегда говорить человеку о том, что для него важно, причём в той мере, что ему стоит дать всё, что от него требуется. Иначе, если не указывают причину, чтобы он понял пользу для себя, то, конечно же, не услышит того, что ему говорят. И поскольку человек удовлетворяется тем, что у него есть, и тяжело изменить его привычки, если ничего с этого не заработает. Причём ради важности этого у него будет мотивация изменить свои привычки и начать работать по-другому, а не так, как привык. Именно поэтому и даны нам пять ступеней Лулишма, называемые первое «по принуждению», второе «изучающие, чтобы дразнить», третье «изучающие, чтобы его уважали», как сказано в Тосфуд, четвёртое «ради материального вознаграждения и наказания», согласно словам Рамбама, пятое «ради духовного вознаграждения и наказания». не ради материальных благ, понятных каждому, а потому что он желает получить вознаграждение от духовных наслаждений, как написано в предисловии книги Зоа, И последняя ступень в этом разделе, Лулишма, та, на которой возлюбит Творца с огромным вожделением, подобно любящему с огромной животной страстью, до такой степени, что не уходит это вожделение из его поля зрения ни днём, ни ночи, до такой степени, что, как говорит стихотворец, воспоминание о нём не даёт мне спать. Что касается пятой ступени в Лулишма, нельзя говорить человеку, чтобы начинал с неё, поскольку не каждый человек способен осознать, что есть такое явление, то есть поверить, что есть наслаждение от света, облачённого вторую заповедь. Причём наслаждение большее, чем то, в которое облачены материальные блага. Это значит, что если бы немедленно проявлялся наслаждающий свет, облачённый вторую заповеди, это называлось бы явной опекой. И тогда у человека не было бы никакой возможности работать в Лулишма. Потому что наслаждение, которое ощущалось бы в Торе и Заповедях, вынуждало бы его выполнять всё, однако не потому, что Творец заповедовал выполнять. И это то, чем сказано в предисловии Ктес. Положим, например, что если бы Творец управлял творениями явной опекой, таким образом, что, например, каждый съедающий запрещённый продукт немедленно задыхался бы на месте, а каждый выполняющий заповедь находил бы в ней чудесное наслаждение, подобно самым прекрасным наслаждениям этого материального мира, то какой бы глупец тогда даже просто подумал бы вкусить запрещённый продукт, если бы знал, что тут же из-за этого потеряет жизнь. И какой простак прошёл бы мимо заповедей, не выполнив её немедленно и с максимальной быстротой, как не смог бы оставить или отложить на потом огромное материальное наслаждение, идущее ему в руки, принимая его тут же и с максимальной быстротой. Выходит, что тогда не было бы вопроса выбора по причине огромных наслаждений, облачённых в Тору и заповеди, ведь это огромные света. Поэтому это наслаждение находится в скрытии. И напротив, в материальном явно проявляется наслаждение от любого действия, что и заставляет нас страстно желать и стремиться туда, где мы видим наличие какого-то наслаждения. А что при этом запрещено и что разрешено, тело не различает. и потому существует вопрос выбора, а также вопрос вознаграждения и наказания. И сказанного выходит, что когда говорят кому-то, чтобы принял на себя бремя Торы и заповеди, нужно хорошенько взвесить, о какой именно ступени лоли-шма рассказать ему, как сказано выше. Потому что для каждого есть лоли-шма подходящая его характеру. Чтобы он понял, что именно в этом лоли-шма ему стоит принять на себя Тору и заповеди. в соответствии с пятью упомянутыми выше ступенями лоли-шма. Первый. Путём принуждения. Второе. Первая ступень путём принуждения подходит всем. То есть в этом случае, когда человек может принудить другого. В деле принуждения неважно, понимает ли другой это или не понимает. В этом случае это называется принуждение. Когда человек может сделать даже что-то такое, что он уверен на сто процентов, что он прав. Но выхода нет. Это называется принуждение. Что касается остальных ступеней лоли-шма, то у каждого человека есть свой характер и нужно предложить ему то, что подходит ему. Ступени вторая, третья и четвёртая. Чтобы дразнить, чтобы его уважали, чтобы получить материальные вознаграждения и наказания, их можно понять. Но у каждого человека свой склад характера. Поэтому нужно обратить особое внимание и понять, какую именно ступень лоли-шма предложить ему. То есть, ради какого именно лоли-шма человек может понять, что ему стоит работать. Пятая ступень ради того, чтобы получать наслаждение от любви к Творцу. Что касается лоли-шма пятой ступени, на ней человек стремится к любви к Творцу, потому что испытывает наслаждение в занятиях к Творцу и заповедями. Это не могут понять, потому что это зависит от ощущения. И пока человек не ощущает вкус в этом, не о чем с ним говорить. Поэтому это называется последняя ступень в лоли-шма. То есть, после этого поднимаются на ступень лешма. Однако, нужно понимать, что если человек достигает такой ступени, где он стремится к Торе и заповедям, в мире, как сказано выше, вспоминая о нём «не могу спать», то почему это всё ещё называется лоли-шма? Потому что наслаждение от Торы и заповедей — это то, что обязывает его выполнять Тору и заповеди. А лешма называется, когда величие Творца, то есть, потому что он великий и правец, это то, что побуждает его выполнять Тору и заповеди. Выходит, что не наслаждение обязывает его, будучи причиной для него, а Творец причина, которая побуждает его выполнять Тору и заповеди. А ступень лешма разъясняется в предисловии книги Зор. Посредством работы в Торе и заповедях лешма, то есть, ради отдачи, а не для того, чтобы получить вознаграждение, и становится достойным и пригодным получить пять частиц души, называемых Наранхай. Однако, согласно правилу, что человек — это маленький мир, состоящий из семидесяти народов, также он состоит из народа Израиля. То есть, то, что мы сказали, что есть пять ступеней лолешма, и есть люди, принадлежащие к определенной ступени лолешма, также нужно сказать, что и в одном человеке есть все эти пять ступеней лолешма. Но они следуют одна за другой. В том смысле, что иногда в человеке действует лолешма, чтобы дразнить. Временами он пользуется лолешма, чтобы его уважали, а порой использует лолешма по принуждению. Как сказано у Рамбама, позорят его публично, стыдят и проклинают его, пока не исправятся. То есть, человек приходит молиться в Бет-Мессед или приходит изучать Тору для того, чтобы друзья не смотрели на него с неуважением. Потому что каждый будет проявлять неуважение к нему в своем сердце, даже если никто ему об этом не скажет, почему он не приходит на уроки Торы, которые проводятся в Бет-Мессед. Но человек знает, что, конечно же, каждый будет смотреть на него, как будто бы он неполноценный. Выходит, что стыд, который он почувствует, это то, что дает ему сил приходить в Бет-Мессед. Выходит, что причина лолишма, которая его обязывает, это пример принуждения, о котором говорит Рамбам выше. И это лолишма легче использовать в качестве полезного лолишма, поскольку лолишма, которая привязана к страданиям, то есть стыд, дает больше сил, чтобы он смог преодолеть все помехи, которые есть у него. Поэтому, когда человек находится в состоянии самых глубоких падений, он также может задействовать у себя лолишма, ступени стыда. И поскольку этот стыд называется принуждением, то есть стыд представляет из себя страдания, которые заставляют человека выполнять действия, несмотря на то, что тело не согласно. А иногда человек укрепляется посредством лолишма вознаграждения и наказания, как сказал Рамбам. А иногда он в состоянии вознаграждения и наказания, а того, что чувствует вкус в работе. И плохо, если он не соблюдает Тору и заповеди, потому что это конец ступени лолишма, как сказано в состоянии вознаграждения и наказания, потому что чувствует наслаждение, а если он не соблюдает Тору и заповеди, то чувствует страдания. Например, человек чувствует вкус в трапезе, и это причина того, что он идет на трапезу, поскольку он хочет наслаждения, которое есть на трапезе. Выходит, что наслаждение трапезы является фактором заставляющим его прийти на трапезу.